Промышленники и предприниматели Свердловской области приехали в первый раз, чтобы обсудить инновации в сфере энергетики. С собой привезли современные разработки. Организаторы встречи в долгу не остались, гостям устроили горячий прием. Обо всем по порядку в сюжете. Раскаленное сердце градообразующего предприятия. Электросталеплавильный цех «Железная зона 32» встречает посетителей. Участники экскурсии – специалисты энергетической отрасли со всего Урала. Им показывают мощности подразделения и рассказывают о технологии выплавки стали. В целом цех «Железная зона» составляет 42-43 минуты. Выпускается полупродукт. На выпуске отдается навеска из первого сплава. После всей череды операций на выходе получают сталь – более миллиона тонн в год. Производство впечатляет. Гости стараются сделать как можно больше фото. Показывают посетителям и еще один масштабный проект – «Аквагенезис» – комплекс сооружений, фильтрующих воду для промышленных нужд, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. Вызывает интерес и автономная тепловая электростанция, позже признаются гости. Она не только обеспечивает предприятие электроэнергией и теплом, но и позволяет снизить затраты на энергоресурсы. Конечно, уровень и техники, и культуры, что самое главное, производит большое впечатление. Я как руководитель Уральского энергетического института УРФУ, конечно же, вот то, что я сегодня увидел, я буду рассказывать и студентам, что современный уровень организации производства энергетики, вот он реализован на ПНТЗ. После экскурсий – мини-выставка технических новинок в сфере энергетики и ЖКХ. Это и экспозиция, и возможность для специалистов пообщаться неформально. А затем заседание Комитета по энергетике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Первый Уральск для его проведения выбрали не случайно. Здесь есть опыт, который можно перенять. На сегодня у этого Комитета две цели. Первая – это, конечно, заслушать отчет предприятий поставщиков электрической энергии о реализованной инвестиционной программе и реализованных мероприятиях, направленных на стабилизацию работы энергетической системы, что для предприятия нашего немаловажно. Вторая цель – это, конечно, свободное общение и представление предприятиями, производителями энергетической продукции, своих новых разработок. Это площадка для общения энергетиков всех уровней, и генераций, и сетевого хозяйства, и заводских энергетиков, и коммунального хозяйства. Это тема общая для всех. Их надо обсуждать. Здесь знакомиться с тем, что производится новое оборудование, новые технологии, новые решения. Форум энергетиков – это также импульс для развития отрасли в целом, ведь здесь обсуждаются передовые идеи и возможности для их реализации. Светлана Вахмянина, Алексей Вербицкий, Денис Хромцов. Новости. Первоуральск.